Представьте, вы ужинаете в модном ресторане с людьми, на которых вы хотите произвести впечатление. Может, вы пришли со своей девушкой и ее родителями. Может, с вами рядом ваша жена, а с вами пришел ваш босс со своей супругой. В любом случае, чтобы показаться человеком не чуждым элегантности и высокого класса, переживывайте пищу очень тщательно, медленно. Да, и когда вы переживываете пищу, жуйте с закрытым ртом. Так, минутку, я знаю, о чем вы думаете. Антонио, какое отношение жевание имеет к элегантности? Ребята, суть в том, чтобы не торопиться. Каждый раз, когда мы идем в кафе или ресторан, чтобы перекусить, мы ведем себя одинаково, быстро поглощаем пищу и напитки. Серьезно, вот представьте, пару минут назад мы допили бокал пива, и как только официант приносит новую пинту, мы хватаем бокалы с залпом, выпиваем половину. Да, в колледже с однокурсниками и друзьями такое поведение, возможно, было правильным. В армии у вас были считанные минуты, чтобы сесть и поесть в учебном лагере. Но, ребята, мы больше не в институте и не в армии. Скажите себе, у меня есть достаточно времени, я собираюсь насладиться едой. И сегодня мы поговорим о том, как привить себе элегантные манеры. Итак, давайте вначале поговорим о том, почему элегантность вообще важна. Почему люди хотят выглядеть как представители высокого класса? На самом деле два синонима слова «элегантность» – это сила и власть. А к ним многие парни стремятся и в своем внешнем виде, и в поведении, в самопрезентации, чтобы выглядеть более уверенными в себе и привлекательными. Так вот, сильные и влиятельные мужчины не торопятся. Его никто не поторапливает, его окружает аура спокойствия. Вас должна окружать аура, вызывающая у других уважение. Следующий совет о том, как выглядеть как человек высокого класса звучит так. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Потому что если вы поняли, что вон той женщине нужна помощь, чтобы войти, это не про то, чтобы открывать двери перед женщинами. Это про то, что так, вот этому человеку, мужчине или женщине, нужна помощь. А вы – мужчина, который при виде этого встает и предлагает свое место тому, кто в этом нуждается. И в этом, в принципе, ключ к хорошим манерам и галантному поведению. Мы обращаем внимание на поведение людей, когда они проявляют себя по отношению к другим. В разных странах, в разных сообществах я наблюдал, как люди проявляли заботу о пожилых, инвалидах. И это всегда является признаком высокого класса в любом обществе. Далее, следующий мой совет относительно элегантности представлен математическим уравнением. Вот оно. Кто-нибудь его вообще понимает? Позвольте, я объясню все простыми словами. Оно известно как эффект Линди. Это такой теоретический феномен, в котором будущая ожидаемая продолжительность жизни предмета связана с тем, как долго он фактически существует. В качестве примера давайте возьмем предмет одежды, а именно современный костюм. Да, произошли изменения в ширине лацканов, в цвете, ткани, материалах. Но в целом сам силуэт, стиль костюма не слишком сильно изменились за последние сто лет. Учитывая этот факт, мы можем предположить, что в ближайшие сто лет он тоже особо не изменится. Почему это важно? Потому что если мы говорим об элегантности, важны и ваш гардероб, и то, как вы себя преподносите, и все те вещи, которые вы берете с собой в поездках. И если уж тратите деньги, то вы их тратите на те вещи, которые не выйдут из моды. Едем дальше. Следующий совет. Проще дать, чем выполнить. Особенно, когда ты расстроен. Например, кто-то что-то говорит, и это вызывает у вас раздражение. Вы закатываете глаза, вы буквально хотите сбить с ног этого парня, но дело в том, что вам совершенно не нужен иск в суде. Но что более важно, вам нужно сохранять самообладание. Вы хотите показать хладнокровие. Станьте тем парнем, который может сделать шаг назад и просто спокойно дышать, понимая, что этот человек просто хочет вывести вас из равновесия. Может, он просто некомпетентен, но не понимает, что говорит. Вместо того, чтобы разводить кипиш, вы должны просто... Если вы смотрели фильм «Мстители» Война бесконечности, а я большой поклонник Марвел, всякий раз, когда у Древней и Халка возникали разногласия, Древняя выталкивала Халка из тела и замедляла их беседу, потому что Халк применил бы мускулы, чтобы все сделать по-своему. Не стоит раздражаться и пытаться решить дело силой. Сделайте шаг назад. Может быть, человек сам не понимает, что делает. Задайте уточняющие вопросы. Пусть дураки сами себя выставляют дураками, говоря о том, в чем ничего не смыслят. А вы поймете, что имеете дело не с равным, что все это не стоит вашего времени и усилий. Следующий совет – расправьте плечи. И неважно, сидите вы, стоите или прохаживаетесь по комнате, вы должны ощущать уверенность в себе. А для мужчин один из самых простых способов это сделать – выпетить грудь. Вы можете это сделать, просто расправив плечи. Многие из нас привыкли горбиться, потому что мы вечно нависаем над своими телефонами, мы смотрим вниз. Всякий раз, когда ваша голова опущена, а плечи сгорблены, вы выглядите слабым. Чтобы изменить это, просто расправляйте плечи. Следующий совет – как выглядеть более элегантно. Просто замедлите течение беседы. Я говорю не о таком замедлении, чтобы окружающим показалось, что с вами что-то не так. Нет, я имею в виду – пусть ваши губы двигаются в унисон с течением ваших мыслей. Много раз мы впадаем в ступор и начинаем подбирать слова, муча «ээээээээээээ». Вы понимаете, о чем я говорю. Если вы считаете, что у вас есть эта проблема, запишите свою речь и послушайте, сколько раз вы так подбираете слова. Скорее всего, вы делаете паузу в 2-3 раза больше, чем вы думаете. Когда вы говорите слишком быстро, вы используете слишком много слов-паразитов и выглядите так, как человек, который не может сформулировать свою мысль, потому что он неспокоен, он не собран. А все эти характеристики описывают человека высокого класса, человека элегантного, у которого есть власть. Это вы должны задавать темп беседы, вы должны говорить, а другие слушать. Ранее в этом видео я говорил о силе костюма, о том, что он является классикой. Он существует уже сотню лет и будет существовать еще сотню. И еще мне очень нравится, что костюм в сущности очень прост. Он выполнен в одном цвете. Носите его с белой рубашкой. Том Форд сделал его своей униформой. Он носит его почти всегда. И получается просто классическая элегантность. Вы тоже должны найти свою униформу, найти то, что будет идеально на вас смотреться. Может, это черная футболка с темными джинсами и с черными ботинками. Да, такой полностью черный, однотонный вид. Но только если вы все продумали, если вы понимаете, кем вы являетесь. Это ключ к вашей униформе. Подумайте, а кто я такой? Какое послание я хочу отправить миру? Что хочу показать своим образом своей одеждой? Помните Карла Лагерфельда, покойного великого дизайнера? Его образ ни с каким другим спутать было нельзя. Не для всех из вас, конечно, но может быть ваш образ это спортивный пиджак с джинсами или что-то более сдержанное. Может быть повседневная рубашка на пуговицах, возможно со спортивными брюками. Найдите образ, скомбинируйте то, что будет для вас выигрышным сочетанием. Лично я нашел для себя вот что. Темно-синюю рубашку пола с короткими рукавами, которую я ношу летом со спортивными брюками и красивыми макосинами. Найдите тот образ, который будет выигрышно подавать вас. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь несколько одинаковых предметов и носить их снова и снова. Только не забывайте их стирать. Следующий признак человека высокого класса – это то, что он не высказывается плохо о других людях. Другие люди могут распускать сплетни, но он не поддерживает такое поведение. Возможно, он решает сменить тему, чтобы обсудить что-то другое. Иногда кто-то может высказать что-то оскорбительное, кто-то может попытаться его принизить. Но его это не трогает. Он понимает, что эти люди не могут причинить ему боль. Он думает, то, что говорят люди, которых я не уважаю, не может причинить мне вреда. Мы снова возвращаемся к теме хладнокровия. Есть разные способы и есть один прием. Можно использовать свое чувство юмора и просто повеселиться, парируя неприятные слова. Одно из моих любимых оскорблений высказал Уинстон Черчилль. Одна женщина сказала ему, «Если бы я была вашей женой, я бы отравила вас». Он ответил, «Если бы вы были моей женой, то я бы выпил этот яд». Знаете, я думаю, эти персонажи переговаривались в письмах. Не обязательно они высказывали это вслух. Но если у вас острый юм, пользуйтесь шансом, чтобы показать, что вы человек высокого класса. Повеселитесь немного, оставьте вопрос открытым для интерпретации другим людям. Те же, кто вас понял и в курсе шутки, будут улыбаться. Далее человек высокого класса является прекрасным коммуникатором. Если вы опаздываете, отправьте сообщение «Я опаздываю на 15 минут». Прошу прощения. Если вы хорошо провели время в чьем-то доме, пошлите хозяевам записку, напишите ее от руки. Такое сейчас встречается редко. Отправьте людям хорошо продуманное письмо с благодарностями, ведь вы прекрасно провели время в их доме. Если вы собираетесь делать людям комплименты, говорите людям об их достоинствах. Женщинам все время говорят, какие они красивые. Но если вы знаете, что какая-то женщина произвела на всех впечатление тем, как она себя вела, как держалась, это прекрасный комплимент, которого удостаиваются немногие женщины и немногие мужчины. А мужчина высокого класса щедр на комплименты, как джентльмен. Он сам не очень часто их получает, но щедро раздает, особенно, когда они заслужены. Так, какое же видео мне посоветовать вам посмотреть дальше, как насчет того, как практично упаковать чемодан. В этом видео я объясняю, как создать больше луков из меньшего количества предметов одежды. Посмотрите это видео, ребята. Я рассказываю, как упаковать сменный гардероб и как всегда по максимуму использовать одежду, когда вы отправляетесь в дорогу. Отличное видео, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok